Господа, всем привет! С вами сеть магазинов Повелитель воздуха и сегодня поговорим о том, какой обогреватель греет комфортнее. С точки зрения физики все одинаково. Они все сообщают нашему помещению какое-то количество тепла, но делают это концептуально разными способами. Отсюда и восприятие этого тепла будет отличаться. Задача любого обогревателя достаточно простая. Создавать дома тепло и уют, при этом не привлекая к себе внимания. Но как, что работает, давайте в этом разбираться. Тепловетерки. Господа, это самая популярная категория, продается буквально миллионами. Но не потому, что она такая классная, а потому, что она очень дешевая. То есть, вот самые дешевые, они стоят примерно как палка колбасы, то есть где до 1000 рублей. Те, что подороже, они там 2-3 тысячи рублей. И самое интересное, что промежуточного звена между дешевыми и хорошими, по сути, никакого нет. Дешевый это всегда стич нагревательный элемент, хороший это уже 5С, он же керамический нагревательный элемент. Поэтому, если вы захотите купить тепловетерок, то покупайте только керамику. Какая бы обвязка там ни была, она значения не имеет, потому что сами по себе эти обогреватели в целом достаточно убогие. Итак, что собой представляет любая из этих единиц? Это наличие двух элементов. Первое, нагревательный элемент. И второе, вентилятор. Соответственно, если мы убираем из этой связки вентилятор, то нагревательный элемент просто перегреется, потому что вентилятор не будет осуществлять с него теплосъем, и это все закончится достаточно печальными последствиями. Для каких помещений они подходят и так далее? Во-первых, можно поставить в любое помещение, но это обогреватель эгоиста, потому что вы направляете его в себя, чтобы вам было тепло. Два постоянных спутника работы этого обогревателя. Первое, это шум, который продуцирует вентилятор, и второе, это жженый аромат. Соответственно, в воздухе есть пыль, она никуда не девается, в лучах солнца мы видим броуновское движение, особенно если это какой-нибудь офис, то, соответственно, все приходят, обступают пороги, и все в этом духе. И это все дует в человека. Кроме того, что будет заветривать кожу, будет еще и неприятный запах, и в зоне, где находится человек, ну, всегда будет зона перегрева. То есть претензии о том, чтобы он обогрел равномерно все помещение, господа, забудьте, это максимально ущербные, непрекрасные обогреватели. Да, там может стоять керамика, но как от обогревателей от них ждать особо нечего. Их можно поставить в помещение, где хорошая теплоизоляция, можно поставить в помещение, где ее нет. И в том случае, и в том, и в том, они просто будут дуть на вас. Так что оставлять без присмотра их нельзя, поэтому занимают они в нашем топе четвертое место среди всех обогревателей. Вышел на солнышко, тебе тепло, ушел в тень, прохладно. Вот так вот и работают инфракрасные обогреватели. Его лучи дотягиваются до ближайшей поверхности, согревают ее, и если она согревается достаточно, она уже может согревать воздух. А что это значит? Это значит, что эти обогреватели подходят для помещений с не очень хорошей теплоизоляцией. То есть ставить их в квартиру, это максимальный бред и маразм. Альтернативный пример. Летите вы в самолете, высота пусть будет километров 10, и температура за бортом сколько? Ну, например, там минус 50. Но солнце припекает настолько, что единственный вариант это закрыть шторку иллюминатора и все. Если спуститься с небес на землю, то март месяц, на улице, например, там плюс 8, плюс 10, едешь ты за рулем, и солнце тоже греет. И вроде как хочешь открыть окошко, но понимаешь, что черт возьми, там холодно, и такой вот контраст ловишь. И это, господа, не что иное, как инфракрасный обогрев в чистом виде. Глобально есть три вида инфракрасных обогревателей, которые применяются в быту. Сейчас перед вами два, третий не доехал. Микотермические обогреватели, расскажу про них отдельно. Конвективные инфракрасные, хотя это, по сути, инфракраска в чистом виде. Есть еще инфракрасные панельные обогреватели. Вот, микотермические, это сочетание инфракрасного обогрева и конвекции. То есть здесь будет два нагревательных элемента, которые работают по-разному. Конкретно два вот этих обогревателя, это просто две инфракрасные пластины, которые находятся внутри, но все зашито в корпус конвектора. Теплоотдача примерно такая, что чуть-чуть будет конвекции, потому что будет нагреваться корпус, и от него будет, так скажем, идти теплый воздух. И здесь, и здесь. Но в основе своей, процентов 90 или 95, здесь именно инфракрасный обогрев и не что иное. А инфракрасный панельный обогреватель, это уже тот вид инфракрасника, при помощи которого можно поставить центральное отопление. До нас не доехал, но вот в углу сейчас вылезет ссылочка. Можете посмотреть, мы там очень понятно и доступно про них объяснили. Комфорт, который дарит использование этого типа обогревателя, расположен где-то вне стен дома, где-то подальше. То есть, например, на проходной, в мастерской, где все достаточно грустно с теплоизоляцией, где дует ветер и где антиуютные условия, антидомашние. Единственный опыт использования инфракрасного обогрева, который у нас был, когда к нам обратились за расчетом отопления, это барбершоп, три стены которого были полностью выполнены из стекла. То есть, мы примерно понимаем, какой идет градус покрытия инфракрасной панели. Мы все рассредоточили таким образом, чтобы это не попадало там на клиентов, чтобы это не пекло в первую очередь головы мастеров, потому что они там что, 12-часовая смена, долго достаточно. В общем, все расположили так, чтобы всем было комфортно. И это был наш единственный опыт, считаю, справились блестяще. И с 2015 или 2016 года барбершоп работает и с ним все прекрасно. Итак, плюсы инфракрасных обогревек. Первое. Это единственный способ обогрева холодных помещений. Все, конвекторы там никак, а это однозначно да. Следующий плюс. Это бесшумное. Минусы. Имени согреть помещение целиком, греют там, где установлены, и для панели нужна условно продвинутая инсталляция. Под панелью имеем инфракрасную панель, которая не идет с вилкой, вот как, например, вы до этого видели, их просто втыкаешь в вилку. А панелька, в нее по-хорошему внешний терморегулятор термостат. Вот, соответственно, чтобы можно было выключать-включать и как-то там ее хотя бы худо-бедно программировать. Вот. Для тех, кто сейчас прицепится к тому, что имени согреть помещение целиком, речь идет, например, не о том помещении, где все идеально с теплоизоляцией инфракрасники там ставятся, как у нас, например, в случае с барбершопом. А именно вот проходная мастерская не речи о том, чтобы согреть имя целиком быть не может. Итак, господа, резюмируем. Используя инфракрасный обогрев по назначению, вам будет тепло, но вы будете ловить контраст между температурой воздуха и тем, насколько, в принципе, вам тепло. Вот показательный пример. Март, лежит снег, солнце сильно припекает, тело чувствует тепло, но воздух-то еще холодный. Вот, инфракрасные обогреватели, поэтому, занимают третье место в нашем топе. Второе место нашего топа – это масляные радиаторы. Они настолько для всех привычные и родные, что в целом зачем смотреть что-то другое. Если смотреть объем продаж, то первое место – это тепловетерки, второе – это масляные радиаторы, третье – конвекторы, а четвертое – инфракрасные обогреватели. Сообщает он два вида тепла. Первый – это конвекция, то есть, когда холодный воздух проходит сквозь ребра, устремляется вверх, и уже он тепленький. Вот, и второй вид тепла – это теплоперенос, он же инфракрасный обогрев, то есть, когда поверхность горячая, когда обогреватель работает, мы подносим ладонь, и на каком-то расстоянии мы чувствуем тепло. Точно так же, как мы чувствуем тепло от обычных батарей центрального отопления, которые стоят у нас дома. Соотношение примерно такое. Конвекция – это порядка 80%, а инфракрасный, или теплоперенос, порядка 20%. Вот, плюс какие есть. Они относительно дешевые, и у них достаточная степень надежности, потому что выпускает их уже очень-очень много лет, а технически-то в них ничего не поменялось, кроме толщины листа железа и масла, которое внутри либо синтетическое, либо минеральное. Ну, соответственно, минеральное дороже. Минусы. Их нельзя оставлять без присмотра. Температура поверхности будет не ниже 90 градусов, у дешевых моделей может 100-105 быть. Ну, то есть, представьте, 100 градусов у вас работает, падает вдруг. Ну, даже если там есть датчик, это как бы что с ним делать. Третье – он тяжелый. И четвертое – эта работа сопровождается звуком. Каким звуком? Чем дешевле масло, которое там, тем больше вы будете слышать, как это все пузырится, взрывается и так далее. Подходят они только для помещений с хорошей теплоизоляцией. Все. Можно, конечно, поставить на проходную, можно поставить под ноги. Ну, тогда вы просто будете чувствовать тепло, которое он будет от себя сообщать. Но, так сказать, свой максимум он покажет именно в помещении с достаточной теплоизоляцией. А что это правильно? Это там, где окна хотя бы пластиковые. Пять главных минусов во время работы масляного радиатора. Первое – это локальное пятно в непосредственной близости от него. То есть, будет тепло. Если у вас помещение небольшое, например, какая-нибудь бытовка, стоит там две кровати и посередине стоит он, то, как бы, лево-право ты двигаешься, чем ближе к нему, тем более тебе некомфортно. Следующее – щелчки реле при включении-выключении устройства. Как и любой прибор, у которого, так скажем, небеступенчатая регулировка мощности нагревательного элемента, он постоянно будет щелкать. Не нужно говорить о том, что он будет очень долго остывать, он обладает инертностью и так далее. Он все равно будет щелкать. И тут будет громко. Если вы спите, и даже если спите хорошо, это будет будить. Следующее – хлопки масляных капель. Даже в минеральном масле от этого как бы не уйти. А чем масляный радиатор дешевле, тем у него будет тоньше. Толщина стали будет хуже масла, и тем громче это все будет. Следующее – это низкая точность механического термостата. Но кроме того, что вы просто здесь температуру указываете в абстрактных единицах, в попугаях, вы не знаете, что вы здесь выбираете. Может здесь от плюс 5 до 30, или, например, от плюс 10 до плюс 35. Вы условно попали в 25. А ввиду того, что датчики здесь достаточно кривые, тупые, находятся близко, он будет постоянно помещение перегревать. Поставили 25. Ха, 29 – не проблема, я поработаю. И как бы ваше самочувствие в 25 и в 29 дома при закрытых окнах. Как? Хорошо? Нет. Вот. И, соответственно, будет периодический перегрев помещения, который приводит к чему? Правильно, к тому, что будет просто это бить по деньгам, потому что дельта будет расти температурная между температурой воздуха внутри помещения и снаружи. Так что, господа, самое неприятное, пожалуй, это возможное перегрево, потому что при установке целевой температуры он будет все это перегревать. Вот. Это особенность всех механических термостатов, где бы они ни были. Конвектор, масляный радиатор, тепловентилятор, любой инфракрасный обогреватель – это есть везде. Это их бич, поэтому нужно идти в следующую сторону. Нужно идти в конвекторы. Не нужно говорить, что мы найдем масляный радиатор со встроенным вентилятором. Масляный радиатор со встроенным вентилятором – это масляный радиатор плюс PTC нагревательный элемент плюс вентилятор. То есть это масляный радиатор плюс тепловентилятор. Это типа два в одном. Что общего у этих обогревателей? У них очень условное механическое управление. Стандартизация, по сути, идет в попугаях. Никакой речи о том, чтобы подключить их к умному дому, быть не может. Разве что через умную розетку и не более того. И ввиду своей несовершенности и пары механический термометр и термостат, они все будут помещение перегревать. И будет, по сути, из этого идти две вытекающих. Первое. Ввиду перегрева помещения вы будете ловить состояние, что вам что-то как-то не так. Ну, поставили 25, а догрел он, например, до 28 комфортно вообще ни разу. И второе, то, что перегрев создаст большую дельту между температурой воздуха в помещении и на улице, будут больше теплопотери, и это будут просто так потраченные деньги. Херня. Так, электрические конвекторы – это самые современные электрические обогреватели. По популярности они идут за масляными радиаторами. Рациональное их использование лишь в тех помещениях, где все хорошо с теплоизоляцией, то есть где как минимум стоят пластиковые окна, а высота потолков не превышает 3,5 метра. Если у вас, например, загородный дом, там высота в коньке там 5 метров, но у вас в целом объем меньше, это нормально, это подойдет. Принцип работы такой. Холодный воздух заходит снизу, проходит через камеру устройства, там нагревает на элемент и выходит через воздухораспределительные жалюзи. Вот. Воздух этот теплый, равномерно распределяется по помещению, инфракрасного обогрева от них практически никакого нет, то есть поднося руку, например, не к жалюзи, а к другой части, на расстоянии буквально 1-2 сантиметров, вы тепла от них не чувствуете. Называется «поднеси руку к масляному радиатору на 1 сантиметр», когда у него температура поверхности всей находится на уровне порядка 100 градусов. Итак, есть простые с механическим термостатом, точно так же у масляных радиаторов, где вы просто что-то определяете в абстрактных единицах. Есть инверторные, которые по сути сейчас являются просто верхом технологического развития конвекторов. Плюсы всех конвекторов – это равномерный обогрев и отсутствие шума. То есть если мы берем именно современные модели, то не будет никакого скрежеста металла, вызванного разницей температурных расширений. Другие плюсы – это умный дом, пожарная безопасность, их можно оставлять без присмотра, у них доступна напольная и настенная установка. Минусы – это дороговизна технологичных моделей. На этом все. Самое классное, что вы получаете от технологичного конвектора – это то, что вы его просто настраиваете один раз и забываете о нем. Даже если вы будете пользоваться им 2-3 недели в году, вы задаете нужную температуру, программируете по часам, по дням недели – все, вы о нем забыли. То есть давайте покажу, как это все выглядит. Проваливаемся в приложение Хамин, проваливаемся в конвектор здорового человека, проваливаемся в расписание, видим, что есть пресеты, и видим, что здесь все разноцветное. По сути, что означают цвета? Это режимы работы конвектора. Наши ключевые – это комфорт и эко. Эко – это условно ночной, где у нас температура будет холоднее, а комфорт – это тогда, когда потеплее. Соответственно, зачем нам спать в жаре? Мы можем просто сэкономить сколько-то градусов, сэкономить на электроэнергию и все. То есть вот так это все выглядит. Можете посмотреть наше подробное объяснение, что, как и куда. Короче говоря, господа, инверторный конвектор – это об автоматизации, исключение человеческого фактора и максимальной оптимизации расходов на электроэнергию, которая в рамках электрических обогревателей только возможна. Вот это – это экономит. Итого, господа, если мы говорим об обогреве квартиры, то ничего лучше, чем инверторный конвектор нет. Если вы понимаете, что его вы не хотите, пожалуйста, масляный радиатор. А все почему? Почему он? Потому что он максимально к конвектору приближен. Здесь в большей степени выражена конвекция, в меньшей степени инфракрасный обогрев. И для квартиры это, в принципе, тоже приемлемо. Да, за электричество вы будете оплатить больше, но инверторный конвектор же вы не хотите. А все остальное – это не для квартиры. Вообще никаким образом. Господа, если есть вопросы, ждем вас в комментариях. Купить можно у нас в Москве, в Екатеринбурге и с доставкой по всей России. Вот. На этом я откланяюсь. И до скорых встреч. Пока-пока.